Ну что, мы продолжаем тему в унитарных преобразованиях. Сейчас мы напишем еще несколько общих формул, и наконец дойдем до рассмотрения тех вещей, которые непосредственно уже будут использоваться в задачах. Рассмотрим карнатно-импульсное представление, а также унитарные преобразования, связанные с изменением времени. То есть это представление Шейнигера, представление Гейзенберга и представление взаимодействия. Давайте я кратко напомню последние формулы, которые у нас были в конце прошлой лекции. Они у вас должны быть записаны, поэтому вы можете просто посмотреть и ослежить их в памяти. Но мне это нужно, чтобы мы могли плавно продолжить. Мы, во-первых, с вами сказали, что волновая функция в представлении физической величины f. Если f это такая физическая величина, для которой, оператора которой мы знаем собственные числа и знаем собственные векторы, вот мы их таким образом договорились обозначать в развернутой форме, то волновая функция в представлении этой физической величины является скалярным произведением нашего вектора состояния на базисные вектора, которые являются собственными векторами оператора данной физической величины. То есть это, в общем-то, коэффициенты разложения нашего состояния по фиксированным базисам, составленным из собственных векторов оператора той или иной физической величины. Поскольку таких величин мы можем брать разные физические величины, им соответствует эрмитовые операторы. И для собственных векторов эрмитового оператора мы имеем утверждение о том, что их собственные векторы образуют полную систему, то есть мы можем составить, соответственно, артономированный базис пространства состояний, то можно говорить о волновых функциях в разных представлениях, И, соответственно, она переходит от одного байса к другому, или это что-то же самое, а волновые функции в одном представлении к волновые функции в другом представлении. То есть вот теперь мы можем также ввести физическую личину g и ее оператор. Обозначим соответствующие собственные векторы psi, g, n. Я сейчас рассматриваю ситуацию дискретного спектра. Потом мы, я думаю, что без труда сможем записать аналогичную формулу для непривного спектра. Начинать мне хочется именно дискретного, потому что тогда матрицы больше похожи на то, чем вы раньше имели дело, когда у вас этот индекс дискретный. Давайте здесь я буду букву M буду ставить, чтобы у нас немножко проще нам было ориентироваться. Тогда волновая функция в G-представлении точно так же аналогичным образом в виде проекции по собственным векторам оператора G у нас может быть записано. Это те вещи, которые мы в прошлый раз обсуждали. Здесь я просто повторил. И вот давайте попробуем выписать, как нам волновую функцию в одном представлении связать с волновой функцией в другом представлении. Насколько я помню, я брал psi от f и хотел psi от f выразить через psi от g. Вот давайте мы тогда снова это выпишем. У вас в этой тетрадке должно быть, поэтому просто еще раз посмотрите, вспомните, если вы это с прошлого раза подзабыли. Я хотел бы тут напомнить соответствующую технику. Если мы хотим, чтобы здесь у нас появилась волновая функция в представлении, мы должны использовать единичный оператор, то есть переписать это скалярное произведение в виде вот такого вот матричного элемента, в котором единичный оператор приставить в виде разложения через собственные векторы оператора g. Это мы тоже в прошлый раз обсуждали. Вот, собственно, с другими словами это еще называется условие полноты, да, то есть вот эта сумма проекторов, она вам составляет тождественное преобразование, если система, соответственно, полной является. И вот таким образом мы, снося все это под сумму, получаем следующее преобразование. Это не что иное, как волновая функция в же представлении, а это некая матрица перехода. Вот мы, соответственно, так в прошлый раз и где-то тут закончили, записав эту матрицу с индексами fn gm и psi от gm. Сокращенно мы договорились, что мы это пишем как psi от f равно u на psi от g. То есть вот такое преобразование. Ну, соответственно, если мы сразу хотим рассмотреть в случае, отвечающий непрерывного спектра у оператора g, да, то мы можем, операторов f и g давайте напишем для наглядности сразу аналогичное выражение, чтобы у вас не было вопросов, что делать, если спектр непрерывный. Формула похожая, но теперь интеграл берется по dg и, собственно, эти индексы становятся такими непрерывными, то есть мы вот уже вместо суммы, соответственно, этот интеграл записываем. Но пока давайте оставаться все-таки в дискретных вот этих ситуациях с дискретным спектром. Я себе хочу записать обратное преобразование, но я вот аналогичные вещи могу проделать. Давайте я кратко это тогда запишу. Так, мне потребуется, ну давайте вот psi gm, да, то есть я аналогичным образом все это переписываю, использую также единичный оператор, немножечко уже буду тут сокращать, пропускать какие-то технические вещи, которые мы сделали вот на предыдущей доске. Вот он, этот единичный оператор, какой-то индекс n' я здесь поставил, чтобы он у нас отличался от того, который был. Что мы видим? Вот если я хочу теперь сравнить, вот такую матрицу я обозначал U, F, N, T, G, M, T, да, если я сравниваю с этим, я понимаю, что это у меня матрица эрмитово-сопряженная, и индексы я должен поставить gm, t, f, n, t, штрих, psi, f, n, t, штрих. Ну, теперь мы можем сказать, что давайте вот, видите, мы в одну сторону перешли, обратно вернулись, можем сюда это подставить, как бы получится некое ограничение тогда на эту матрицу, потому что мы должны получить, как бы с того, с чего начали, должны к этой волновой функции вернуться. Давайте это выпишем. Это вот я записал вот эту матрицу, дальше я psi, gm, t, подставляю. Это у меня сумма по n, штрих, u, крест, gm, t, f, n, t, штрих, psi, f, n, t, штрих. Ну, если я перепишу. Давайте я вот так даже поменяю здесь порядок суммирования. По m, а внешнюю сумму по n, штрих будет. Тогда вот если я вот так вот поставлю скобочки, прошу прощения, это n, штрих. Вот, и то, что есть в скобках, это некоторая матрица, у которой, соответственно, n, штрих, это номер столбца. Мы вот с таким столбцом ее сворачиваем, да, и получаем тот же самый столбец. То есть, значит, отсюда мы делаем заключение, что то, что есть в скобках, это должна быть, должна быть единичной матрицы. Пишем символ кроникера, f, n, t, f, n, t, штрих, ну, или просто n, n, штрих. Таким образом, мы делаем вывод о том, что у нас наше преобразование, да, сопряженное, совпадает с обратным, вот, и, ну, соответствующая матрица у нас унитарная. То есть, переход одного байса к другому осуществляется с помощью унитарных матриц. Требование, вот, оно вытекает из того, что, как будто, перейдя и вернувшись обратно, да, мы, в общем-то, должны, должны получить тождественное преобразование. Так, то есть, мы разобрались с тем, как вот преобразовать волновые функции из одного байса к другому. А теперь давайте вспомним, что мы и оператором, если мы сопоставили векторам состояния, сопоставили вот такие столбцы, которые из коэффициентов разложения, то есть волновые функции, то оператором мы сопоставили матрицы, и, соответственно, эти матрицы тоже, они зависят от базиса, который мы используем. Давайте вот рассмотрим вопрос, связанный с переходом от одного базиса к другому для, уже для матриц операторов. У нас там какой-то хакер отправил запрос на управление нашей камерой. Так, пишем матрицу. Это короткое обозначение матричного элемента, да, вот расширенное, оно вот такое. Если я хочу, то есть это матрица, записанная в F-представлении, если я хочу связать ее с матрицей, записанной в G-представлении, что мне нужно сделать? Может кто-нибудь нам подскажет, но техника она точно такая же, вот мы ее тут уже не раз использовали на прошлой лекции, сегодня тоже вспомнили. То есть мы опять говорим, что давайте мы воспользуемся здесь единичным оператором, да? Я идею кратко здесь обозначу тогда, чтобы она всем была ясна. Просто явно эти две единички и сюда напишу. Соответствующий единичный оператор я представлю на виде разложения по собственным векторам оператора G. вот один, вот наш оператор A, и здесь будет второй единичный оператор, пусть будет индекс M' ну и кет-вектор, правая обкладка. Так, что мы здесь получим? Давайте я все это вношу в двойную сумму. В таком случае, вот я вот это скалярное произведение запишу отдельно. Здесь вот будет матричный элемент вот такого вида и еще одно скалярное произведение. Это вот у нас как раз матрица оператора представления физической величины G. И вот эти две матрицы, которые обеспечивают переход одного представления к другому. Если мы сравним с тем, что мы имели место для волновой функции, вот первая матрица, она, соответственно, совпадает, да, вот с той, которая использовалась для преобразования волновой функции, мы ее договорились обозначать просто матрицей U. Поэтому я переписываю матрица оператора в G-представлении и матрица оператора сопряженного. То есть если переходить теперь к нашим таким вот условным обозначениям, да, то от матричного языка, то для оператора, оператора в представлении F, получается, из оператора в представлении G, вы берете ваше преобразование и здесь сопряженное или обратное, да. Вот такую формулу мы получаем. То есть мы разобрались, что происходит с волновой функции при переходе одного байса к другому и переходе одного представления к другому и что происходит с операторами. Это все вещи, которые мы будем использовать дальше, пока они такие у нас общие, но тем не менее они позволяют сформулировать раз условия, ряд таких свойств унитарных преобразований. Давайте мы их сейчас без доказательства выпишем. Доказательства там тривиальные, исходя вот из этих вот формул. Если кто-то захочет, то в виде простого упражнения вы легко это сможете сделать. Первое свойство это то, что данные унитарные преобразования, которые мы рассматриваем, они вам не меняют скалярное произведение. Не изменяют скалярного произведения. Если вы хотите почитать его в каком-то базисе, вам все равно, какой вы артеромерный базис будете использовать. Это вопрос технический, вопрос удобства. И в том и другом базисе от этого должно получаться один и тот же. То есть если мы хотим рассмотреть произведение, скажем, вектор Апсина и вектор Фи, в будущем записаны через волновые функции, скажем, в представлении, или в же представлении, вы получаете одно и то же. Достаточно, наверное, очевидно, но тем не менее, пусть это будет явно сформулировано. Здесь я должен поставить звездочку. Мы чаще будем иметь дело со случаем, когда у вас эти операторы имеют непрерывный спектр, поэтому тогда у нас соответствующие скалярные произведения будут в виде интегралов записываться. Ну, давайте его запишем. Так, наверное, привычнее будет вам это. Можете взять скалярное произведение в представлении, можете в же представлении посчитать с помощью вот таких и таких волновых функций, конечно, ответ у вас никак не поменяется. Далее, ну вот, если мы имеем матрицу оператора в представлении, в же представлении, матрицу оператора какой-то физической величины, то собственные числа, они отвечают значениям, которые физическая величина может принимать, и, чейным образом, они тоже не зависят от выбора этого базиса. Какой-то вопрос был или мне послышалось? Да, да, там ДРЖ или ДРЖ? Спасибо, да, это ДРЖ, конечно. Совершенно верное замечание. Второе свойство. Не изменяют собственные значения. Сусловно, это можно записать вот таким вот образом. Оператор V в представлении на волновую функцию V в представлении. Да, если это собственная функция, отвечающая собственному числу А, и вы перейдете вот по тем формулам, которые мы обсуждали, к G-представлению для оператора и для волновой функции, вы также получите, по-прежнему это будет собственная функция уже вот для оператора в этом новом базисе, но отвечать она будет точно таком, уже к собственному числу, то есть здесь ничего не поменяется. Какую формулу говорите? Да, ну вот первый индекс, вот второй индекс. И крест тоже есть, да. Ну вот посмотрите на формулы, которые были для волновой функции, здесь мы точно так же действуем, да, когда мы переходили для волновой функции, А, Т, в представлении к G, и обратно. То есть не изменяется у нас эрмитовость, да, то есть если у вас в каком-то представлении F матрица у вас самосопряженная, то она и в G представлении будет самосопряженной. Следующее свойство относится к анавариантности коммунционных соотношений. То есть если у меня есть два оператора A и B, и допустим, вот их коммутатор у меня равен K, то есть я могу те же самые вещи записать для матриц в каком-то данном базисе, и это будет оставаться, значит, верными верными формулами. В этом плане, когда мы говорим, допустим, о коммунционном соотношении, мы можем, в принципе, базис и не упоминать, да, потому что мы понимаем, что это свойство, которое от базиса, от выбора базиса не зависит. Также и собственные числа, и скалярные произведения. Аналогичным образом не изменяются значения матричных элементов. Ну, в том числе и средние значения, да, как в частном случае, как диагональный матричный элемент. Вот если я хочу рассмотреть какой-то матричный элемент, я, соответственно, могу вычислять его в представлении, могу в G-представлении, мне будет все равно. Давайте мы это пометим. Я вот запишу следующим образом это. Вот здесь я один единичный оператор, как вы видите, подставил. И второй. Отвечающий сумме по n-штрих. Я уже теперь это делаю не так подробно, но я думаю, что вы уже можете это отслеживать. Эти операции для вас уже должны быть достаточно знакомы. Вот. Можно то же самое записать, взяв другие единичные операторы, да, которые у вас будут раскладываться по собственных тарам оператора G. То есть вот пишу Psi-G-M-T, Psi-G-M-T. __, Psi-G-M-T, дискретный, если спектр непрорывный, что опять же у нас тоже будет встречаться чаще, давайте вот здесь подпишу, снизу не помещается, то есть если спектр непрорывный, вместо суммы у вас будут интегралы, и вы получите тогда вот запись вот такого вот вида, cf со звездочкой, здесь я пишу вот таким вот образом, давайте чуть-чуть я значение поправлю, здесь df, df штрих, то же самое можно вычислить и с помощью волновых функций в же представлении, dg, dg штрих, то есть это те вещи, которые не зависят от выбора базиса получается, не зависят от выбора представления, то есть если обобщить, как-то кратко сформулировать, то при таких унитарных преобразованиях, при переходе одного представления к другому, у вас не меняется физическая суть вашей теории, все эти вещи, они были примерно об этом. А можно вопросы? А там не должно фигурировать где-то? Что фигурирует? Фи фигурирует. Да, я здесь перепутал, да, вот эта буква Фи должна быть, спасибо за замечание. Это буква Фи, значит, эту штуку можно, кратко мы обозначаем вот так, да, а F это у нас АЖ, то есть оператор в F представлении, оператор в G представлении. У нас остался небольшой, небольшой незакрытый вопрос, он связан с тем, когда мы обсуждали условия одновременной измеримости физических величин, да, и говорили, что равенство нуля коммутатора оператора в двух физических величин автоматически обозначает одновременную измеримость. Вот тогда при рассмотрении, при доказательстве мы использовали, что спектр одного из операторов у вас не вырожденный, да, на этом было построено доказательство. Теперь мы можем, собственно, это условие убрать и уже вернуться к формировке в общем виде, да. Давайте кратко про это поговорим, почему мы можем и для выраженного спектра точно так же с этим разобраться. То есть небольшое возвращение к теме, которая называлась критерий одновременной измеримости физических величин. Так, вы помните, условия заключаются в том, что операторы двух физических величин коммутируют. Таким образом в этом случае мы говорили, приходили к тому, что у вас существует общая система, да, собственных векторов данных операторов. Ну вот, когда мы это построение делали, в выкладках было учтено, что спектр оператора F не вырожден. Давайте теперь обобщим на случай, когда у него спектр вырожден. У нас для какого-то собственного числа есть система собственных функций, вот, которые еще вот таким индексом и дополнительно нумеруются от одного, давайте там, ну, до k, где k это кратность ворождения. То есть вот тут важно, что у волновой функции Psi этот индекс есть, а у собственного числа его нет. Именно это и говорит нам о том, что данные, данные, у нас спектр оператора F вырожденный. Что мы тогда должны сделать? Что мы можем сделать? С помощью унитарных преобразований мы можем перейти к другому базису, да, как этот переход будет записываться. А можете перейти назад, а то оно может перейти. Так, просьба погромче, потому что меня не очень хорошо слышно. Повторите, пожалуйста. Вопросы или замечания? Нет, нет, это просто, чтобы доску было видно, чтобы не успела бы писать. Мы можем перейти к какой-то системе функций Psi с волной. Psi n житая с волной, то есть это новый базис. И старый он получается каким образом? Получается с помощью какого-то унитарного преобразования с индексами G и I. В таком случае, если мы, то есть вот внутри этого, как бы, в подпространстве, относящемся к нашему кратному вот этому собственному числу, мы сделаем переход к другому базису, с помощью унитарного преобразования это делается. И какой мы хотим, какой мы хотим использовать преобразование для этого. Что у нас будет с оператором G в этом новом базисе? Давайте я напишу G с волной, в соответствии с тем, что мы обсуждали. Оператор G, он тогда у нас вот таким вот образом должен преобразоваться. И вы знаете из первого курса, что самосопряженную матрицу с помощью унитарных преобразований можно перевести к диагональному виду. Вот давайте мы скажем, что это такое преобразование, которое приводит матрицу оператора G к диагональному виду. Ну вот G уже с волной, да, к диагональному виду. Если у нее диагональный вид, как она, собственно, тогда выглядит, да, в этом новом базисе? G, G-штрих я напишу тогда, да, вот такие два индекса. Диагональный вид, на диагонали стоят у нее собственные числа. Но в самом виде силы Акронекера мы можем такого тогда изобразить, да, эти элементы диагональные. Собственно, чему это соответствует, да? Это соответствует как раз тому, что данные актерапсис с волной, они являются собственными векторами оператора G. И вот это построение, оно вам и выдает эту общую систему. То есть мы как раз и получаем, что, то есть если я напишу, то, что G с волной на Fn с волной у вас будет вот так вот записываться. То есть это, собственно, это собственные векторы. Ну а когда вы для оператора F с выраженным спектром делаете такое преобразование, понятно, что оно у вас оставляет эти состояния также собственными для оператора F. Это собственное пространство, вы в нем заменили байес, как бы ничего не поменялось. Но зато вы диагонализовали матриус оператора G, то есть они стали теперь еще и собственными векторами для оператора G. Таким образом мы получили тут общую систему, то есть показали, что действительно эти два, две физические величины, они одновременно измеримы. Все, то есть это у нас такой должок был, мы его как бы сдали. Двигаемся дальше. Собственно, обсудив такую общую теорию, давайте уже к конкретным вещам перейдем, которые в задачах будут использоваться. Начнем мы с коронатного импульсного представления. Давайте все те общие вещи, которые сейчас мы обсуждали, уже посмотрим на примере. То есть, в принципе, ничего страшного, если до этого было, может быть, не очень понятно, в следствии такой достаточной общности. Вот сейчас будут примеры, и давайте разбираться, собственно, на этих конкретных вещах. Делаю такой подзаголовок, координатное импульсное представление. Мы постараемся сегодня в конце лекции небольшой тест как раз провести на вот те вещи, которые сейчас в этом подразделе будут. Небольшой матриш-элемент, по прошлому, вычислили. Поэтому давайте попробуем разобраться сейчас. Ну вот у нас есть оператор координаты. Какие-то у него есть собственные, чисто собственные векторы. Спектр непрерывный. Есть оператор импульса, тоже соответствующими собственными векторами. Для сокращения записи давайте мы будем придерживаться общих таких обозначений. Вот это как бы наша такая общая схема. Мы теперь будем говорить, что вот для краткости пишем вот этот вектор вот так вот. И для собственного вектора оператора импульса тоже будем такое обозначение использовать. То есть в качестве значка уже писи не пишем. Пишем просто то собственное число, которому он соответствует. Или там то же самое, что это индекс, который мы их нумеруем. Ну, значит, тогда волновая функция в карнатном представлении. Да, это вы должны произвольное состояние спроецировать на такой базисный вектор. То есть вот Psi от R, который вы хорошо все знакомы, да, это берете вектор состояния Psi и набрав вектор R его проецируете на собственный вектор оператора координат. Волновая функция в импульсном представлении. Psi от P. Тогда тот же самый из хома вектор, только проецируете по другим базисным векторам. Все. То есть на дираковском обозначении, как вы понимаете, да, как отсюда видно, они показывают, что это, в общем-то, все это симметрично. Вероятное представление импульсное, да, это разного орбазиса для одного и того же. Как нам надо переходить одного базиса к другому? Вот конкретно теперь, там, как знаю, Psi от R, получить Psi от P, например, да, если он такое спросит задачки. Вот есть у вас волновая функция в карантном представлении, а вас просят узнать, вычислить волновую функцию в импульсном представлении. Что надо делать? Хотите Psi от P? Ну, вот вы тогда пишите, значит, в соответствии с этим определением. Значит, что это вот такое скалярное произведение. Дальше вы понимаете, что вам нужно, чтобы здесь вот вместо Psi появилось уже Psi от X, Psi от R, волновая функция в карантном представлении. Этого можно как раз обеспечить, если вы опять же здесь возьмете, примените единичный оператор и переставите его в виде разложения по собственным векторам оператора координаты. Вот этот единичный оператор я уже поставил сразу. Что мы видим? Это как раз и есть волновая функция в карантном представлении. Это наша матрица перехода. Чему она равна? Чему равны ее матричные элементы? Вот как в данном случае конкретный уже переход одного конкретного бояса к другому. То есть мы этот матричный элемент хотим, соответственно, в явном виде представить. Что надо сделать? Откуда нам его взять? Здесь мы можем легко заметить, что переставляем местами эти множители. А это у вас получается собственное состояние импульсов в карантном представлении. Вы, конечно, уже знакомы. Это описывается на волне Деброле. Поэтому получается у нас такая волна Деброле со звездочкой. Вот я напишу сюда минус по этой причине, показатель. Все, да, и тогда вы записываете уже явный вид этого преобразования. И легко, наверное, можете видеть, что оно вам очень сильно напоминает просто преобразование Фурье. То есть волновая функция выброса на представление от образ Фурье от волновой функции в карантном представлении. Ну, наверное, обратный переход не составит труда получить самостоятельно. Я уже не буду, наверное, подробно это выписывать. Давайте просто, чтобы формула была на доске у нас. Делайте точно так же. Вы получаете, вот пропуская тут один шаг, я записываю, что это R, P, P на Пси, D3P. Это волновая функция импульсного представления. Это, собственно, уже самая обычная волна Дебройля, и вы получаете вот обратное преобразование Фурье. Все. Это мы сделали. Ну, давайте посмотрим, снова вернемся к вопросу, о том, как оператор короната действует на волновую функцию в карантном представлении, как оператор импульса действует на волновую функцию в импульсном представлении. То есть, в общем-то, как операторы физической величины действуют на волновую функцию в своем собственном представлении. мы это обсуждали когда вот на 1 я не помню на либо наверное даже начале прошлой лекции либо в конце лекция которая была на 1 назад то есть когда мы обсуждали физический смысл к центре разложения по базису мы сказали что наверное писали только формула в таком вот виде были у нас выражение такого трида мы обсуждали что такое центре да например мы в частности говорили что для вычтения среднего у нас получалось вот такое выражение где и понта собственные числа данного оператора ведь мы сказали что коэффициент цен имеет смысл амплитуды вероятности обнаружить частицу состояние со значения физической величины вот равным fn да и тоже из основ значит мы помним что все от x да это тоже также а это оператор вероятности для координаты вот собственно эта аналогия нам и сказала за что это это собственно к центре разложения это и то есть волновая функция да совершенно верно вот вот эти значки обозначают собственно это операторы карната это обозначают собственно это оператор импульс это краткое обозначение просто значок под которым все люди привыкли понимать вот ровно то что мы написали поэтому когда вы такой значок видите ну вот вы сразу по ним сам по себе он как бы это знает обозначение да то здесь вот физического смысл она заключается в том что люди так договорились обозначать именно такие состояния поэтому давайте двигаться дальше и так вот давайте представим что я беру оператор координаты действую на какой-то произвольный вектор состояния и получаю какое-то еще вектор состояния что еще могу получить я взял состояние пси подействовал оператором r лучше какой-то и один это запись через вектора состояния теперь давайте я попытаюсь возьму сейчас проецирую на какой-то базис на и перейду к записи через волновые функции проецирует я хочу на собственный вектор оператора координаты опять вот пишу такую вот штуку мы понимаем что это у вас и один как раз записано в карантном представлении а здесь что получается оператор r он эрмитов это оператор физической речины поэтому то что стоит собственный вектор его да можно вот этим воспользоваться что это собственный вектор для этого оператора собственные числа действительные поэтому тут звездочка которая могла бы появиться да как бы она даже ее писать даже не будет р-р должна быть это со звездочкой но мы опускаем сразу получаем вот такое выражение это волновая функция в карантном представлении мы показали да что в карантном представлении оператор координаты при действии на функции просто умножается это умножение на эту координату аналогичная вещь как вы понимаете можно из оператора импульса проделать точно также дальше действуем да но проецируем только на собственно вектор оператор импульса какой строчку вы имеете первое просто мы говорим возьмем произвольное состояние пси подействуя на него оператор мр вот нам нечего делать мы берем какие-то состояния действия на нем оператор мр подействовали что-то получилось какое состояние обозначил уфи-1 вот посмотрели перешли к записи через волновые функции показали что для волновые функции аналогичное выражение для эксцентров разложения по базису и собственно второго фероза координата это это же выражение но так выглядит то есть вас оператор координаты в карантном представлении вот так наверное это можно условно обозначить он равен просто r умножение на координат крышечка как бы стирается да вы наверно с этим сталкивались уже что когда работать с волновыми функциями в карантном представлении крышечку эту для оператора часто и не пишут как раз по это причине что мы это просто умножение ну то же самое получаем для оператора импульса в импульсное представление здесь мы пишем что это тоже просто как число это скалярное произведение это волновая функция в импульсное представление все от п все это у нас и 5 этот результат записанную через волновые функции выпус на представление тоже умножение на 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 импульс если вы работаете выпус на представление еще один момент который нам нужно обсудить про оператор потенциальной энергии насколько это часто будет встречаться когда будем стать уровне шейнгер давайте с оператором потенциальной энергии разберемся вот мы пишем что-то какая-то функция фи 3 получается 10 оператора потенциальной энергии наше сцене пси но оператор потенциальной энергии вот если у вас есть скажем у от x да то вы будем считать что мы по телу можем разложить и записать вот такое вот выражение соответственно здесь мы и определяем тогда вот через оператор координаты через соответствующее разложение ну вот если я возьму опять же все это на собственно вот давайте здесь как бы одномерный случай как вы понимаете уже начали рассматривать для простоты да здесь полу трехмерные а здесь мы делали в одномерии ну давайте так продолжим эту запись я проецирую на собственный вектор оператора координаты получается меня тогда вот такая вот история я внес эту обкладку туда под под сумму и опять же поскольку оператор x или там его есть целая степень не отрицательный термитов оператор то мы можем воспользоваться тем что это собственный вектор его и просто записать собственное число соответствующее соответствующее здесь получается x степень n здесь остается x на пси то есть это волновая функция в карнатном представлении поэтому я могу так словочку поставить мы получаем у от x умноженную на 50x тоже вещь к которой вы привыкли вот она с таким обоснованием у нас идет далее что нам нужно сделать у вас будут задачки в которых в начале второго задания уже может уже там где вас попросят решить записать и решить уравнение шейнгера в импульсном представлении давайте посмотрим как это надо переписать уравнение шейнгера в импульсном представлении получим общее выражение которое вы сможете использовать при решении задачи и задания соответствующие ну там основной момент будет разобраться как раз с той самой потенциальной энергией потому что понятно что это такое когда вы используете квадратное представление это вот функция которую график можно нарисовать да что такое потенциальная энергия и оператор в импульсном представлении нам сейчас нужно разобраться уравнение шейнгера в импульсном представлении ну общая форма сационарного уровня шейнгера это условия на собственные числа и собственные вектора оператора полной энергии то есть гамильтониан мы можем это переписать через волновые функции в кратное представление можем переписать через волновые функции в импульсном представлении что мы сейчас и хотим сделать сам этот гамильтониан оператор полной энергии является суммой кинетической энергии и потенциальной. Давайте попытаемся все это записать в импульсном представлении. Что мне надо сделать, чтобы появлялись волновые функции в импульсном представлении? Вот я возьму и спроецирую на собственный вектор оператора импульса. Я так вот это условно обозначу, чтобы было понятно, что мы хотим сделать. То есть я скалерно домножаю набор вектор, являющийся собственным вектором оператора импульса, и правую-левую часть. Начну с правой части, прошу прощения. Здесь все просто, поскольку и это число, получается сразу это скалерное произведение. То есть это, как вы понимаете, просто писетп. С правой частью мы уже перевели в импульсное представление. Надо разобраться с левой частью. Давайте будем потихонечку разбираться. Здесь чуть-чуть побольше потребуется сделать записей. Дорога, а как мы получили эту строчку? Вот про это идет речь? Ага. Мы взяли уравнение, что я не говорил, записанное через вектора состояния, и домножили на вектор правой-левой части. То есть домножили скалерно на вот такой вектор, на собственный вектор оператора импульса. Я начал запись с правой части. То есть вот идея это число, поэтому когда вы скалерно домножаете, мы свое скалерное произведение тоже с вами обсуждали, две лекции назад, да, и число вынесли. Вот это просто стоит скалерное произведение. А это и есть волновая функция в импульсное представление. Это правая часть записана. Вот здесь начинается запись левой части. Вот она левая часть h на psi. h я подставил в явном виде. И вот опять же скалерно домножил на собственный вектор оператора импульса. Разберемся сначала с первым слагаемым. С тем все то, что достаточно просто. Опять же, в связи с тем, что это у нас собственный вектор для оператора импульса, и значит для оператора квадрата импульса. То есть для оператора кинетической энергии. Поэтому мы просто можем заменить на собственно число этот оператор в первом слагаемом. Я пишу P без крышечки уже. Вот тут давайте так вот. Подчеркну, что здесь поставила P с крышечкой. Вот она с крышечкой. Теперь P без крышечки в квадрате на 2m. И скалерно P на psi. То есть это волновая функция вы просто на представлении, как вы понимаете. И остается вот член... Еще раз, вот этот или вот последний оператор еще раз выяснить, почему мы не заменили. Последняя вот эта или последняя вот эта? Нет, ну вот только что вы записали. Вот эта. Хорошо. Если у вас есть какой-то оператор A и у вас есть собственный вектор этого оператора, вот вы и так это записываете. Если вы примените операцию эрмитов сопряжения, вы можете это переписать вот в такой вот форме. Если оператор A эрмитов, то, во-первых, вот этот крестик вы уже можете не писать, во-вторых, у него собственные числа. Они действительные. Это мы тоже доказывали. Да, то тогда вот эта формула, она у вас переписывается в таком вот виде. A без крестика, A большой, A маленькая без звездочки. Вот мы воспользовались фактически вот этим, этой вещью, потому что импульс и квадрат импульса – это эрмитов оператор, оператор генетической энергии. И вот подставили просто собственное число. То есть мы получили вот так вот. Здесь стоит просто число. P указывает на 2M. Здесь стоит Пси. Поскольку это число, я просто его вынесу из скалярного произведения. То есть я фактически что? У меня скалярно перемножается вектор P на вектор Пси, множеное число. Вот это число, если вы пишете вот так вот, P, а здесь у вас C на Пси. То вот это C вы просто выносите и пишите P, Пси и скалярно, а C, оно как число выходит вперед. Вот точно так же мы здесь и сделали. Ответил я на ваш вопрос. Нет, просто вот еще раз, почему именно он квадрат заменился? Вот из какой строчки, вот на примере, про A? Вот из этой. Ну, то есть мы подействовали... Вот место оператора мы поставили собственное число. Вот место A большого поставили а маленькой без крышки. То есть вместо P с крышечкой в квадрате поставили P в квадрате без крышечки. А, то есть у кинетической энергии собственное число это здесь, да? Ну, потому что это оператор квадрата импульса, разделен на 2m. 2m это числовой коэффициент, с ним как бы он вам ничего не портит, да? А если вы подействуете на собственный вектор оператора импульса, оператором P в квадрате, ну, это просто вы два раза действуете. Вот так вот, да? Подействовали один раз, получили вот уже, опять же, P без крышечки. И это, опять же, это просто вектор умножен на число. И вы можете снова число вынести. Единственное, что надо, конечно, тогда какие-то вот вписать индексы, чтобы не запутаться, да? Потому что это скалярное произведение. Альфа, альфа. P, которое альфа, которое число, вот без крышки вы выносите, остается снова P альфа с крышечкой на P. То есть вот здесь переставили вот число и оператор. И еще раз подействовали. Опять получили, собственно, число. И все. Все такое в квадрате. Надеюсь, что объяснил. Да, спасибо. Хорошо. Значит, тогда мы продолжаем. Нам нужно, ну вот если это уже понятно, что это волновая функция в импульсном представлении, то осталось нам разобраться вот, собственно, со вторым слагаемым. Здесь пока стоит Psi в виде вектора. Чтобы Psi входил в виде волновой функции в импульсном представлении, мы должны, я надеюсь, что вы уже все там про себя догадались, что надо сделать. Нужно опять применить единичный оператор. Мы пишем P, O. И делаем единичный оператор в виде разложения, собственно, опять же, по собственным векторам оператора импульса. Пишу какой-то P штрих, потому что P без штриха занят у меня уже, да? Пишу P штрих. Вот так вот. Кет-вектор, бра-вектор, интеграл, поскольку это непрерывный спектр, это вот я вставляю единичный оператор прямо на ваших глазах. D3P штрих. Вот то, что я сделал, я вот сюда засунул единичный оператор, который представил для разложения по собственным векторам оператора импульса. Сразу там интеграл вынес и вперед. Теперь уже у нас оператор потенциальной энергии действительно уже действует на волновую функцию, выплес на представление, но что-то, что это такое получается у нас интегральный оператор. Вот у него есть такое вот ядро, да, в виде матричного элемента P на U на P штрих, и идет сверстка с P от P штрих. D3P штрих. Вот мы представили оператор потенциальной энергии в виде такого интегрального оператора. Давайте с этим ядром разберемся, потому что, ну, обычно нам дается, когда он говорит, что вот вам потенциальная энергия, решайте задачку, обычно дается вот такая функция от X какая-то. Какая-нибудь ямка, барьер там, да, конкретные условия. Откройте задачи, задания, видите, что там просто будет функция от X. А здесь у нас стоит вот такой вот матричный элемент. Собственно, в P-представлении. И надо тогда понять, как мы можем вычислить конкретные задачи. Давайте это сделаем. Опять же, это у нас уже вот в первой части лекции сегодня в общей теории было. То есть нам надо перейти от одного байса к другому. То есть мы легко такую матрицу посчитаем в карантном представлении. Нам она нужна в импульсном. Поэтому вот вопрос опять же, перехода от одного байса к другому. Чтобы было понятнее, я просто сейчас еще раз это получу для конкретной нашей матрицы. Но вы легко, вернувшись к тем записям, увидите, что мы по кришке сейчас делаем то же самое, но уже не для произвольных операторов FG, как мы там писали. А у нас конкретно теперь это X и P просто. Вот давайте разбираться. Вот я не знаю эту матрицу в импульсном представлении. А в карантном знаю. И хочу, зная ее в карантном, перейти от одного байса к другому, получить ее в импульсном. Как мы будем действовать? Может кто-нибудь подскажет? Все-таки это уже... Два единичных оператора. Совершенно верно. То есть справа, слева единичные операторы. Мы уже, в общем, закрепляем то, что обсудили в первой половине лекции, поэтому на конкретном примере должно быть все более-менее понятно. Так, пока интеграл не нужен. Прошу прощения. Я хотел сразу подставить их. Давайте подставлю. Вот будет двойной интеграл тогда. Здесь P на R. R, O. Здесь давайте R' То есть я один, когда в виде интеграла по R, другой в виде интеграла по R' подставляю, чтобы у меня переменные интегрирования не были одной буквой обозначены. Они же разные переменные интегрирования. Поэтому R и R' важен. Все, а здесь я все знаю. Как мы только что обсудили. Вот такой вот матричный элемент для оператора потенциальной энергии в карнатном приставлении. Он запишется как U от R скалярно R на R' Это у вас дельта-функция. То есть вспоминайте условия нормировки состояния неправильного спектра. Нормироваться они на дельта-функции. Вот мне эту дельта-функцию сюда я записываю. Вот такой матричный элемент в карнатном приставлении. А эти вещи вам уже знакомы. Это волна de Broly, это сопряженная волна de Broly. Поэтому давайте я все уже сразу сюда буду подставлять. Я пускаю какие-то там совсем подробные рассуждения. Это вот сопряженная волна de Broly. Сегодня мы уже с этим встречались, поэтому я сразу давайте забуду ее записывать сюда. E. Значит, поскольку сопряженная здесь знак минус появляется. Дальше. Вот матричный элемент в карнатном приставлении. Вычисленный он нам известен в карнатном. Тоже написали. И вот эта волна de Broly, где R' и P' стоит она без звездочки. Поэтому без минусов указатели. P' и R' на H. Все. И двойной интеграл по D3R, D3R'. Поскольку есть дельта-функция, один из двух интегралов мы вычисляем даже не в уме, что называется, а просто руками, механически абсолютно. Давайте по R' проинтегрируем, что у нас получается. Единица на 2πH3. Одинарный интеграл будет у нас. у от R на E в степени. Вот, то есть R' я теперь приравниваю к R, и у меня получается и P' минус P на R на H. Вот такое податегральное выражение. D3R. Как вы понимаете, это у вас просто приравнение Фурие от потенциальной энергии. Давайте вот ее так и напишем. Вот такой буквы W и обозначим. Этот Фурие образ. И могу окончательно записать уже наше уровня Штейнегера, вот возвращаясь сюда. Мы почитали вот эту штуку. Поняли, что это просто Фурие образ от потенциальной энергии. И записываем тогда то, что у нас получилось. Давайте где-нибудь здесь это выпишем. А можете еще раз сказать, как мы получили энергию по 4-х км? Это просто обозначение. Я получил интеграл такого вида, сказал, что это привязание Фурии от потенциальной энергии. Обозначил его вот такой буквой. Больше здесь ничего у нас нет. Это обозначение просто. Все. Вот это самое уравнение Штейнега, левый брус на представлении. Записывается в следующем виде. П без крышечки. Еще раз обращаю ваше внимание. Просто П квадрат на 2м на Пси от П. Это умножение. Это просто П в квадрате вектор. Оператор потенциальной энергии имеет вид такого вот интегрального оператора. такой свертки по П штрих ну и равно Е на Пси от П. Вот этот результат, который дальше можно использовать. Там конкретно теперь уже нужно брать явный вид оператора потенциальной энергии. То есть явный вид, точнее, этой функции, вычислять Фурии образ и дальше у вас получается конкретное уравнение, с которым можно работать. Задание и задачка, соответствующая, про дельтаяму. задача про дельтаяму, это задача номер 4 из первого задания, где вы решаете ее в карантном представлении. В начале второго задания просят рассмотреть эту же задачу в импульсном представлении и решить вот такое вот уравнение. Видите, тут как бы дело осложняется тем, что здесь интегральный оператор, но в случае дельтаямы там все получается менее достаточно просто. Потому что, наверное, вы можете даже догадаться, почему. потому что Фурии образ от дельта функции, это что такое будет? Констант. Вот, то есть эта штука получается константой и в итоге у вас вот она от p не зависит, просто отскохает какое число здесь стоит и у вас упрощается очень сильно это уравнение. Его легко решить. Так что, в принципе, вы можете это уже сделать сами. Так, и тогда мы должны перейти к последнему вопросу, связанному с этими унитарными преобразованиями. Это преобразование, здесь мы переходили, одного пальца к другому при каком-то фиксированном моменте времени и вообще время у нас в этих формулах не фигурировало. Вот, что есть вот какой-то набор с векторов. И одного оператора, другого. Теперь мы хотим перейти к преобразованиям, которые вас связывают волновую функцию оператора в какие-то различные моменты времени. Давайте запишем, я думаю, что мы ее успеем только чаще сейчас рассмотреть, но там какую-то может быть достаточно важную часть. Канёте, что-то не будет? Что-что? Просьба еще раз сформулировать. А контроль на работу будет сегодня? Ну, тест небольшой будет в конце, как я уже анонсировал по вот этим вещам. сформулировать. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Например, представление взаимодействия Об этом тоже немножко поговорим Представление Штейнгера Это стандартная для нас ситуация В которой у вас Есть зависимость от времени и вектора состояния А операторы За какими-то редкими исключениями Они, как правило, от времени не зависят Ни операторы координаты, которые мы писали Ни операторы импульса От времени у вас не зависят Зависят от времени, может быть, если у вас есть внешнее переменное поле Например Но сами операторы Будем считать, что они зависят от времени Давайте пометим Эволюция Эволюция, соответственно, волновой функции Она определяется уровнем Штейнгера Ну, я так вот помечу, что Операторы Операторы Представление Штейнгера Как правило, от времени не зависят В зависимости от времени она учитывается в векторе состояния Это как раз то, чем отличается Штейнгеровская Представление от Газимберовской Поэтому я специально это подчеркиваю Ну, давайте тогда, собственно, и рассмотрим ситуацию Когда у нас еще и гамильтониан тоже явно от времени не зависит Пусть А можно еще раз произнести, что там написано Зависимость от времени Операторы физических величин от времени не зависят А зависимость Эволюция временная вашей физической системы Она определяется в зависимости от времени вектора состояния То есть вот это уравнение, которое определяет временную эволюцию Оно определяет В зависимости от времени именно вектора состояния В Газиммеровском представлении, когда мы до него дойдем, вы посмотрите, там временная эволюция будет определяться операторами. И уравнение, которое ее позволяет найти, это будет уравнение для операторов. Здесь это уравнение для векторов состояния. Когда дойдем, можно будет сравнить одно с другим, тогда это будет наглядно видно, но, к сожалению, дойдем, видимо, уже к следующему разу. А я хотел бы пока сделать следующее. Вот пусть у меня есть волновая функция в начальном моменте времени, и давайте я буду интегрировать уравнение Штеннегера, учитывая то, что Гаммельтан не зависит от времени, вот что я буду получать. Давайте я так вот напишу, что 50Т с точкой равно минус ИН Гаммельтан на 50Т. Давайте я буду, скажем, возьму, проинтегрировать это уравнение от момента времени Т равно 0 до какого-то момента времени положительного, что у меня получится. Вот будет тогда ПСЕ от 0 минус интеграл и H на ПСЕ от 0 до Т, давайте здесь Т штрих туда поставлю, чтобы у меня предел и перемены Т играния были разными обозначениями обозначены. Так, ну, легче не стало, да, потому что эта штука неизвестна, но она еще и в интеграре, то есть интегральное уравнение получилось вместо дифференциального, да, так мы вроде как и не продвинулись, но мы можем теперь метод на последовое приближение его решать. Давайте я буду просто брать, говорить, что я сюда подставляю, как бы вот на каком-то, у нас есть приближение к волновой функции, к вектору состояния, я его беру сюда, подставляю, получаю следующее приближение. А, гометриниан должен быть оператором под интегралом? Гометриниан должен быть оператором, спасибо. Получаю следующее приближение, следующий порядок, я подставляю его снова сюда и вот такая вот циклическая процедура, которая позволит мне находить решение. Решаем вот так вот итерационно. То есть я говорю, что вот я как бы вот возьму, скажем, приближение на каком-то и там шаге, да, и здесь получаю на и плюс первым, таким вот образом. В качестве такого начального приближения я беру, значит, все начальные методы времени. Сейчас я подставлю все начальные методы времени, и мне легко это проинтегрируется, потому что под интегралом ничего, зависящее от времени, у меня не остается. Интеграл вычисляется очень просто. Да, вот такое, в первом приближении я получаю вот такой вот вектор состояния. Пси 0, а здесь получается h на пси 0 от 0 до t проинтегрированный, то есть минус и h на время, давайте вот так прям напишем, на пси от 0. Это первое приближение, и теперь я его сюда снова подставляю, вот под интеграл. Есть есть член, который от времени не зависит, есть член, который зависит линейно от времени, но и то, и другое элементарно интегрируется. Я получаю второе приближение. Эту штуку переписываю как есть, она мне тут остается. Дальше минус и h, и на интеграл, да, то есть я взял под действием оператором h вот на это, и по времени проинтегрировал. Здесь получается h на t на пси от 0, это вот интеграл от этого слагаемого. Здесь есть t в первой степени, поэтому когда я интегрирую, у меня получается т квалифик пополам. Вот я запишу тогда это, минус и h на, h на, что здесь будет у меня? Здесь есть h, еще один h вот здесь есть, да? Это будет h в квадрате, и будет h в квадрате пополам после интегрирования. Тоже на 50 от 0. Ну, скобочки надо раскрыть. Здесь я тогда могу записать это в следующем виде. Плюс, минус и h на t на постоянную планку, все в квадрате. Вот так давайте это представлю, потому что здесь и и два раза, и h два раза, и минус два раза, и все, в общем-то, получается в квадрате. Да, и с одной второй еще сюда. Ну, надо дальше повторить процедуру еще раз. Наверное, вы более-менее понимаете, что у нас будет получаться. Давайте я там для наглядности попробую выписать все три от t. Если теперь вы вот это вот выражение, такой трехчлен, поставляете вот сюда, действуете оператором h, еще раз интегрируете. У нас получится вот это выражение. Дальше здесь опять будет у вас вот минус и h на h на t в квадрате. Одна вторая, все ноль. И вот от этого штуки интеграл, если вы возьмете, это будет минус и h, h в третий, t в третий. Одна вторая, еще там, когда вы в т квадрат будете интегрировать, у вас еще одна треть появится, да, и того, здесь будет одна шестая. Давайте вот так я, плюс одна шестая, минус сюда поставлю. Тоже на psi ноль. В общем, я думаю, закономерность ясна. Если я теперь... Только там, наверное, куб. Там куб должен снею. Куб. И там поставил третью степень. Спасибо за замечание. Если я теперь напишу вот в таком вот виде, то есть я в скобочках оставлю все операторы, а psi, на которые они действуют, напишу сзади, как такой общий, да. Ну, все, наверное, все, каждый из них действует на эту psi. Здесь у меня единичный оператор, здесь у меня минус и h, h на t. Дальше у меня плюс одна вторая, минус и h, h на t в квадрате. Далее у меня одна шестая, минус и h, ht в третий и так далее. Можно продолжать. Мы, наверное, не будем продолжать, чтобы у вас побольше времени на тест осталось, но мы запишем такой ряд, да, как, наверное, в семинарах вы разбирали. Его обозначают просто в виде операторной экспоненты. Это обозначение функции от оператора, да, определяя через разложение в ряд замены аргумента на, собственно, этот оператор. Получаем вот такую запись. Ну, на всякий случай, давайте я тут поясню кратко, да, что если у меня есть вот какая-то функция, f от x. И она у нас имеет разложение по Taylor вот такого вот вида. По функции от оператора мы можем определить через аналогичное разложение. Только замены x на этот оператор, потому что n здесь у нас, оно в целом неотрясательное. И оператор мы в целом неотрясательной степени можем возвести. То есть вот с этой процедурой управления их нет, у нас не возникает. Если там скажем, что такой экспонент от оператора не очень было понятно, то вот в виде такого ряда, когда мы запишем, то здесь уже все понятно, какое посчитать. Это определение просто. Поэтому этот значок надо смотреть как на условное обозначение вот такого ряда. То, что получилось, называется оператором эволюции. Он связывает вам волновую функцию в нулевой момент времени и в момент времени t. Произвольное t больше нуля. Как я уже еще раз обращу ваше внимание, что записано для случаев, когда у вас h от времени явно не зависит. И когда мы интегрировали здесь, мы учитывали, что h, мы его не интегрировали фактически, да? Считали, что нет зависимости от времени. В момент принципиальный, потому что если зависит, конечно, так просто все не получится. Для оператора эволюции. Вот такая у нас получается история. Оператор, который вам, получая на вход волновую функцию в начальный момент времени в вектор состояния, возвращает волновую функцию в произвольный момент времени t больше нуля. То есть это решение уравнения Штейнгера просто на выходе. Но то, что он унитарный, можно понять хотя бы, наверное, из чего, да? Вот если я тут кратко это обозначу. Вот так его u от t на psi от нуля. Уравнение Штейнгера мне должно сохранять нормировку волновой функции. Если я это перепишу, то я получаю вот запись вот такого вот вида. u крест от t, u от t, psi от нуля, да? То есть считаю, что psi от нуля нормированы. Вот для того, чтобы вот нормировка сохранялась, выполнялся этот равенство, да? Мы должны потребовать, что u крест на u это единичный оператор. То есть у планетарность этого оператора, она обеспечивает сохранение нормировки состояния во время временной эволюции, определяемым нашим уравнением. Так, на этом давайте закончим. Дальше у нас остается Газимберевское представление, представление взаимодействия. Которые немножко не успели. Хотел еще какие-то основы про квантовую криптографию вам рассказать, потому что когда у нас сейчас есть уже эти дираковские обозначения, эти вещи довольно просто, можно про них начинать рассказывать. Но мы, к сожалению, сейчас не успеваем. А вместо этого давайте проведем небольшой тест, перенесем все это на Мексу, который будет после контрольной. Еще раз напоминаю, что контрольная на следующую субботу во второй паре проходит в дистанционном формате, то есть вы получите там условия на почту, надо будет записать решение и прислать его в виде PDF-файла, поэтому там заранее найдите себе этот способ быстрого изготовления PDF из ваших фотографий, ваших решений. Темы, которые будут контрольны, это сационарное уровень Шеннегера, поиск решений связанных в состоянии и поиск коэффициентов отражения прохождения, а также какие-то элементарные свойства операторов. То есть то, что касается упражнений, которые есть в первом задании. Мне кто-то написал, что совпадает контрольная с Олимпиадой операторов и математикой. Если это один человек, если такие люди еще есть, тоже напишите. Мы подумаем тогда, зависит от их количества, как с вами быть. Но опять же, при условии, что действительно все это у вас накладывается. Так, тогда давайте переходим к тесту. Вот ссылку куда надо будет ответ загрузить. Сейчас я тогда продемонстрирую. А само задание будет состоять в вычислении матричного элемента, который сейчас я запишу на доске. Просьба постараться решить самостоятельно. Я дам минут 10, наверное, чуть больше, чем обычно. В общем, тут я, наверное, не буду за один тысячный ответ что-то начислять. То есть важно, чтобы вы постарались и сами порешали. Даже если не совсем получится, да, то, по крайней мере, тут ценные будут эти усилия, когда вы попытаетесь самостоятельно что-нибудь сделать. Матричный элемент у нас будет вот такого вот вида. Это возьмем мы оператор координаты. Оператор координаты импульсного представления. То есть в обкладках я поставлю собственный вектор оператора импульса, собственным числом P и собственным числом P'. Вот, и попрошу вас такую штуку посчитать. Все, то есть нужно привести не ответ скорее, а скорее ваши выкладки. То есть как вы это пытаетесь сделать и желательно, конечно, довести до результата какого-то простого выражения. Все, тогда время пошло. Вот в 12 часов 15 минут мы заканчиваем прием работы. А, R это у нас как оператор? R это оператор, да. Продолжение следует...